Проблему с очередями в детские сады без привлечения предпринимателей властям не решить. К такому выводу пришли участники круглого стола. Темой обсуждения стали проблемы развития коммерческих детских садов в областном центре. Пока в Иванове работает только одно такое учреждение, в котором дети проводят весь день. На пути бизнесмена, решившего взять на себя ответственность за воспитание детей, возникли большие трудности. Сложно решать проблемы со стоимостью помещений. У нас очень высокая стоимость аренды, поэтому цена на выходе для родителей достаточно высокая. За детские сады мы сейчас берем около 11 тысяч рублей в месяц. Даже при таких ценах у нас практически не бывает свободных мест в группах. То есть спрос на эту услугу есть. Основная проблема в том, что в нашем регионе отсутствует единая программа поддержки данного вида бизнеса. Но даже когда подходящее помещение найдено и получено согласование с контролирующими органами, остается много других проблем. Как организовать полноценное питание? Куда отправлять на прогулку малышей? Человеку, решившему открыть частный детский сад с нуля, во всем этом разобраться сложно. Ко всему прочему требуются серьезные финансовые вложения. Но предприниматели уверяют, что если будут только условия по налогообложению, коммунальным услугам, а также субсидии, то желающие заняться этим социально ответственным бизнесом найдутся. Они сегодня делают большое дело действительно. Вот мы сегодня, нам сказала руководитель детского сада, говорит, если мне будет помогать, я готова открывать в год, допустим, три детских садика по 30-40 человек. То есть 100 мест один предприниматель может открыть. Если я сегодня привел пример, весь город сегодня может открыть, там в районе 250-300 мест всего. То есть три частных предпринимателя, которые будут активно работать, они могут решить задачу всего муниципалитета. Проблемы, которые по силам местным властям, чиновники обещали решить. Ведь если появятся смелые предприниматели, то полуторатысячная очередь детских дошкольных учреждений сократится намного быстрее. А у родителей появится право выбора, в какой детский сад, частный или муниципальный, отдать своего ребенка.